Доброе утро, уважаемые трейдеры! Благодарю всех, кто сейчас нас смотрит. В сегодняшнем обзоре мы сделаем основной акцент на вышедшие данные в четверг по процентным ставкам нескольких стран. Затронем Международный экономический форум, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге. Наметим основные ориентиры на следующую торговую неделю. И, конечно же, рассмотрим предстоящий референдум Великобритании по выходу из Европейского Союза. Россия сократила инвестиционные вложения в долговые бумаги США. Это стало известно на опубликованных данных американского Минфина. В марте инвестиции в американских облигациях составляли 86 миллиардов долларов, а уже в апреле 82,5. Таким образом, это минус 3,5 миллиарда долларов. Возможно, данная статистика указывает на то, что некоторая часть бандов была успешно погашена. Куда вложить высвобустившиеся средства Центральный банк еще не решил. К главным аргументам в пользу данного решения стоит отнести возможное повышение процентной ставки США уже на следующем заседании. А это будет означать большую ставку по облигационным займам. Между тем, главной новостью на Международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге, стало решение ЦБ России о готовности снижения ключевой ставки на 1%. При каждом повышении прогнозного дефицита бюджета также на 1%. В свою очередь, такая позиция Банка России уже морально готовит нас к возможным нестыковкам бюджета, рассчитанного на среднегодовую стоимость нефти марки Уралс в размере 50 долларов. А также опасение снижения ликвидности в коммерческих банках страны. В четверг пару доллар-рубль открыли на отметке 65,74 за доллар, а закрытие составило 65,32. На завтра ожидаем закрытие пары образовавшегося ГЭПа со среды на четверг, тем самым это движение российской валюты к уровню 64,5. Однако, учитывая падение нефти марки Брент, серьезного укрепления российской валюты все же ожидать не стоит. Как мы и прогнозировали, фьючерсные контракты по нефти марки Брент устремились вниз. После пересечения уровня сопротивления в 49,5 долларов за баррель, следующая отметка была 47,5 долларов, которую актив также успешно преодолел. Следующая остановка ожидается возле линии 45,5 долларов за контракт. Возможно, именно отсюда мы увидим некоторое коррекционное движение актива. В остальном новостной фон пока что остается активным, что в свою очередь подталкивает инвесторов на увеличение своих объемов и повышение тем самым волатильности самого актива. Сейчас все внимание мировой экономики направлено на референдум по решению выхода Великобритании из ЕС, который у нас пройдет в четверг. По многочисленным опросам среди представителей инвестиционных фондов практически никто не верит в возможность выхода Великобритании из Европейского Союза. Также число сторонников кто за, за то, что Великобритания осталась в составе ЕС, лидирует. Поэтому именно 23 июня может стать крайне волатильной сессией для всех активов без исключения при любом из возможных сценариев. Нефтяные котировки четверг у нас открылись по 48,58 доллара за баррель. Закрытие зафиксировали уже на отметке в 47 долларов за баррель. Текущая тенденция может сохраниться и на торгах в пятницу. Поэтому мы ожидаем просадку актива в районе 46 долларов за баррель. По еврозоне индекс потребительских цен за май составил 0,4%. В годовом выражении данный показатель понизился на 0,1%. Базовый индекс потребительских цен за месяц вырос на 0,2%. По штатам первичные заявки на пособие по безработице составили 277 тысяч, что выше на 13 тысяч, чем месяцем ранее. Число потребительских цен за май выросло на 0,2%. А индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии составил 4,7 пунктов, что также лучше, чем его предыдущее значение. И, наконец, индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей составил рост 0,2%. В четверг пару евро-доллар открыли на отметке 1,1256, закрытие составило 1,1233. Внутридневная волатильность составила 150 пунктов, что неудивительно, учитывая сразу несколько данных по странам в отношении процентных ставок. В 17.30 по восточноевропейскому лоу достигал отметки 1,1130. На сегодня мы будем ожидать роста пары к уровню 1,1270. По британцу наблюдаем рост. После решения Банка Англии оставить процентную ставку в размере 0,5%. Индикатор Кайман указывает на перевес продавцов. Показатель составляет 57,86%. Наиболее очевидный уровень сопротивления для пары расположен на отметке 1,4290. Решение Банка Японии по процентной ставке также осталось без изменения на уровне минус 0,1%. Вследствие чего иена укрепилась более чем на две фигуры. В европейскую и американскую торговую сессию мы могли наблюдать коррекционное движение пары вверх. Наиболее заметный уровень сопротивления расположен на отметке 105,4 иен за доллар. Однако уже сейчас мы наблюдаем достаточно ярко выраженную коррекцию. По Аусте, несмотря на отличные данные по уровню занятости за май в размере 17,900 человек под давлением внешнего макроэкономического фона по процентным ставкам Японии, Швейцарии и Англии, австралиец упал на 120 пунктов. Однако к окончанию торговой сессии скорректировался на 70 пунктов вверх. На сегодня мы ожидаем роста котировок уровня сопротивления 0,74 с дальнейшим продолжением медвежьего тренда. Национальный банк Швейцарии также оставил свою ставку рефинансирования без изменений на уровне минус 0,75%. На данное решение пара доллар-франк отреагировала ростом сразу на фигуру. Сейчас мы наблюдаем коррекционное движение, которое преодолело почти 50 пунктов. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами эту неделю. Всем желаю отличных выходных, чтобы с новыми силами приступить к последующей очень волнующей торговой неделе. Всего доброго вам! Субтитры сделал DimaTorzok